Добрый день, сегодня анбоксинг и это кубик 3 на 3 от компании Чи Мофанги Вуэй 3М. Вот такая вот коробочка, нестандартная, не помню, чтобы у трешек от Чи были такие же упаковки. Что мы здесь видим? Видим, что тут крышечка поднимается, на донышке ничего интересного. Сзади нам показывают, что есть в черном пластике, есть цветно. Сам кубик открывается, вроде как подставочка, здесь инструкция. Помним, у кого-то была такая же проблема, если открыть подставку, ну не подставку, коробочку без кубика, то все падает. Не додумали. Ну да ладно, это мелочи. Видим, Киви Мофанги Туториал по-английски, метод для начинающих, метод для начинающих. Стоит сразу отметить, что это кубик в средней ценовой категории. То есть я его купил в районе 12,5 долларов и особых надежд на него не питал. Вот сам кубик стандартного размера. То есть если мы его сравним с Тундерклапом ВА-3М, то он примерно такой же. Многие помнят, что у компании Чи Мофанги была линейка ВУ. То есть кубики ВУ серии. ВУ КСЯ 2х2, ВУ КУЕ 4х4, ВУ ШУАНГ, ВУ ХУА и ВУ ЦЗИ 7х7. Причем из них Пятерка, Шестерка, Семерка выпускались только не магнитные. И для своего времени были очень даже неплохи. Четверка сначала была просто ВУ КУЕ, потом мини ВУ КУЕ магнитная. Мне не очень понравилось, скажем так, что не магнитная, что магнитная версия. И ВУ КСЯ 2х2, она вроде, я не помню, была ли она без магнитов, но тоже меня не особо впечатлило. Ну и, естественно, ВУ ВЕЙ занимает вот это промежуточное место, которое всегда было свободно. Давно компании Чи Мофанги грозилось выпустить трешку ВУ серии, но КУБы достаточно быстро развиваются и как бы надо было соответствовать. В итоге мы что получили? Мы вроде бы как топовые трешку, но средней ценовой категории. Всегда ВУ серия считалась топовым сегментом, но в итоге стоит дешево. Комплектация, прямо скажем так, очень скромная. То есть здесь вообще ничего нет, даже запасных магнитов. Я, конечно, там не проверял, но вроде бы ничего. Давайте даже раскроем. Нет там ничего. То есть ни пружинок, никаких там отверточек, подставочек. Ну, то есть очень скромная комплектация. Единственное, коробочка такая, типа пластиковая. Можно использовать как бокс, но он закрывается чуть-чуть. Еле-еле слабенько вот так вот. Можно разве что использовать как подставку. Ну, суть и упаковки. То есть выпустили как бы проходной кубик, зная, что у них уже выходит ВАУК ЭЛИТ или ЭЛАЙТ. Как бы топовая модель, которая стоит там в 2 или 3 раза больше. Ко мне этот ВАУК также едет. Дождемся, посмотрим. Ну, кубик пришел ко мне перед Новым годом. Решил я его покрутить стандартную тысячу. С первых вращений мне показалось, что он жутко затянут, жутко неудобен. Хотелось его расслабить, но я взял себе за правило, там в трешках, по крайней мере, первые 100 сборок делать на заводских настройках. Добавил жидкость маски и открутил 100 сборок. Ну, время так себе, но мне не захотелось его дальше ослаблять. Я продолжил крутить, и в итоге он как-то так притерся, сборок через 200-300. И мне пришлось не то, чтобы его ослаблять, а ослаблять я не захотел. Я добавил густой смазки, чтобы его как-то замедлить. Потому что он нереально быстрый. То есть есть у него какая-то вот такая сколдность, он очень жесткий и очень быстрый. И напомнил он мне, естественно, кубик от той же компании Chiama Fangi под названием Valk 3M. То есть был просто Valk 3M, флагман, когда-то очень прогрессивный куб. Потом он устарел, к нему через 2-3 года добавили магниты и выпустили еще раз. Старый куб с магнитами. Но до сих пор его многие ценят, любят, на нем быстро собирают. Вот в Уэй больше всего похож на него. Вот та же жесткость и скорость. То есть он достаточно быстрый. И мы, конечно же, сравним внутреннее строение двух этих головоломок. Но сейчас еще поделюсь своими впечатлениями. Сборок где-то через 600 или 700 я понял, что я на этом кубике, который мне не нравится, улучшил свою сотку. Среднее время из 100 сборок. То есть оно стало лучше, чем на кубике GAN XS. Мой GAN XS немножко взгрустнул. Он сказал, что ничего, ничего. Докрутишь 1000, вернешься ко мне и опять сотку улучшишь. Ну, посмотрим. В итоге я улучшил сотку примерно на полсекунды. То есть стало меньше, чем 15,5. И еще поставил PB Single, чего не было, наверное, полгода. Хороший ли кубик? Наверное, хороший. Нравится он мне? Не очень, если честно. То есть кубик, который мне не нравится, ну, просто как сам по себе, ну, не то, что не нравится, он не противен, но не как вот этот EDM, который неприятно собирать, в принципе. Он, ну, не совсем мое, скажем так. На нем я и сотку улучшил, и сингл обновил. А сингл в прошлый раз я обновлял на кубике V-Long VRM. То есть на топовом модели так же. Понятно, что сингл это не показатель. Там 10, 21, все же, даже не САП-10. Можно сделать на любом кубе. Но, как бы, мое впечатление относительно этого кубика слегка улучшилось. Я по-прежнему его, наверное, не буду советовать для покупки. Поскольку это все же проходная модель. Его специально выпустили до выхода в Valk 3 Elite. И чтобы вот его люди купили, и как бы какой-то доход был. Ну, и чисто для того, чтобы заполнить вот эту вот нишу в усерии. Есть ли конкуренты у этого куба? Конечно же есть. Ну, во-первых, тот же самый Valk 3M. Я не помню, кто из них стоит дороже. Скорее всего, Valk 3M дешевле. Но они очень похожи. То есть, если вам Valk 3M нравится, то Valk 3M тоже должен понравиться. Он чуть-чуть помягче. Ну, вместе с тем, всегда есть Thunderclub V3M, который еще помягче, покомфортней, не уступает скорости, и у него не менее презентабельная коробочка, хоть она и без пластика, но она достаточно красивая. То есть, если выбирать первый магнитный куб, то Thunderclub V3M отличный выбор от компании Moffang. Ну и его собрат, Yulong V2M. То есть, вот эти два кубика остаются пока для меня лидерами в бюджетном сегменте. Ну, в бюджетном, среднем. Да, и в принципе, из всех кубов GAN я сюда добавлю вот эти три моих любимых кубика. Но, стоит отдать должное, VUWAY позволяет показать хорошие результаты. даже тем сборщикам, которым этот кубик не нравится. Ну, как мне. Не понравился, ну что теперь? Все равно результаты улучшил. Давайте сделаем пару сборщик и посмотрим внутреннее строение. Как я уже сказал, после определенного количества сборок я перешел исключительно на густую смазку. То есть, это было либо M-Lube, либо GAN. Ну, что-то вот такое густое. Хотел еще Maru достать, синюю. Ну, вроде не дошли, тысяча закончилась. Я бы не сказал, что кубик тихий. Он достаточно громкий, кликающий. Углы режет. Но иногда в сборках кажется, что недостаточно. Хотя, вот если так посмотреть, то вроде бы и все хорошо. Вот такой угол. Уже мало кто режет. Ну, что-то здесь с трудом происходит. Обратная резка. Вот такая уже. Будет и здесь заканчиваться. Ну, как я уже говорил, резко углов это далеко не главный показатель. Еще разочек соберем. Кубик позволяет собирать на нем быстро. Но есть другие кубы, которые не хуже абсолютно, чем и другие. Следующий приедет Дайан Гухонг. Он маленький. 54 мм всего. Скорее всего, я его передам сыну. Но мне кажется, что он составит куда более приятное впечатление, чем Ган 3.54. Из Ганнов такого размера мне ни один кубик не понравился. То есть, модель-то одна, но просто у разных людей я брал крутить. И, ну, как бы отдавать такие деньги за кубик, который совсем неприятен, я не стал. Но у него есть свои любители, ценители, и я не против. Давайте посмотрим, что внутри. Обращу также внимание, что здесь интересное строение центров. Центральная крышечка как бы вписана в такой квадрат, который на каждом уголке. Такое отверстие. Хотя очень похоже на то, что подобный кубик можно вставлять в какую-то роботизированную станцию и будет его перемешивать. Это, конечно, вряд ли, но впечатление остается именно такое. Не помню других кубов подобных вещей. Возможно, это требуется из-за технологических особенностей выготовления. Не знаю. Слева валк 3М, справа в УВ. Мы видим, что это совершенно разные кубы. Абсолютно. Валка по бокам даже рельс нет. Они все только здесь. Ну, у УВ их побольше со всех сторон. Ну, вот такое вот строение. Уголки опять слева валк 3М, справа в УВ. Выглядит вот так. Кубы разные. Кому интересно было строение, вот, пожалуйста. В итоге, что можно сказать? Это хороший куб средней ценовой категории. Чуть дешевле и ничуть не хуже есть от андерклаб В3М. Но если вам понравился валк 3М, ну, обычный, то УВ тоже, наверное, приглянется. Я на кубике время улучшил, но собирать, наверное, больше на нем не буду. Ну, тем более, сейчас приедет много хороших трешек. Их придется тестировать. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok